Чтобы обратиться в суд, нужно иметь долг не менее 500 тысяч рублей и просрочку по платежам от трёх месяцев. Для процедуры нужно собрать два пакета документов. Первый касается долговых обязательств, второй содержит всю информацию об имуществе, доходах и семье должника. Юрист Александр Шпагин объясняет, во-первых, стоимость имущества должна быть меньше суммы долга. Во-вторых, если у человека есть доход, будет проведена реструктуризация. Если реструктуризация по какой-либо причине не состоялась, допустим, суд не принял план реструктуризации, либо такой план в принципе не составлен, то тогда вводится процедура банкротства гражданина. Это означает, что всё имущество гражданина инвентаризируется, то есть описывается, оценивается и продаётся. Денежные средства, которые получены от продажи этого имущества, идут к погашению задолженности кредиторам пропорциональным размерам задолженности. А оставшаяся сумма списывается. Ещё одну интересную деталь сегодня рассказали юристы. Закон может затронуть абсолютно любого человека. Если вы купили квартиру, а продавец решил объявить себя банкротом, то жильё у вас могут изъять и отправить на продажу, а вы замкнёте очередь из тех, кому он должен. При этом, если вырученных средств не хватит на возмещение всем кредиторам, то потраченную сумму вам никто не вернёт. Вступление в банкротство повлечёт ряд не самых приятных последствий и для самих должников, рассказывает заместитель председателя комитета по бюджету и экономической политике законодательного собрания Края Егор Васильев. Человек не может без своего финансового управляющего ничего делать со своими финансовыми средствами. Пять лет после даже завершения этой процедуры он обязан всем объявлять при финансовых операциях, что он был признан монкротом. И фактически же он гораздо большие расходы несёт, только растянутые по времени. Банки тоже не в восторге от нового закона. Говорят, они обращаются в суды в самом крайнем случае. До этого стараются вместе с клиентом найти решение сложившейся проблемы. Теперь же может случиться так, что желающие скинуть с себя долговое бремя парализуют работу судебной системы. Мы серьёзно опасаемся неготовности инфраструктуры, судебной системы, саморегулируемых организаторов и бюро кредитных историй, а также участникам рынка к запуску новых процедур, связанных с банкротством граждан. Из-за этого и кредиторы, и граждане-должники, инициировав сейчас дело о банкротстве, рискуют оказаться вовлечёнными в длительную тяжбу. Сейчас в Красноярске одна за другой появляются фирмы, которые готовы оказать помощь в банкротстве. В одной из них нам рассказали, звонков всё больше. Люди готовы объявить себя финансово несостоятельными, чтобы избавиться от долгового ерма. Но представление о законе у них очень упрощённое. Сложность в том заключается, что недостаточные информации об ключевых моментах, основных, в которых можно банкротство осуществить, в которых нельзя. Есть, например, исключение, которое заключается в том, что обязательства по алиментам и обязательства вследствие причинения вреда здоровью и жизни граждан, они не могут быть списаны. То есть данные обязательства не подлежат банкротству. И, собственно говоря, об ипотеке, например, что в случае банкротства, залогового имущества подлежит продажа с торгов. Сразу после вступления закона в силу, эксперты ожидают всплеск интереса к этой процедуре. Вместе с тем, они уверены, очень быстро люди поймут, что негативных последствий для них может быть больше, чем выгод от вероятного избавления. Анна Московских, Алексей Гусев, Новости.